всем привет с вами makeda pro и сейчас я расскажу вам о том поделюсь своим видением как вести интересный блог чтобы он жил процветал и не умирал по этому поводу у меня уже написано статья которая пришла в голову как раз тот момент когда уже казалось что надоело не хочется не стоит но для этого есть несколько причин и сейчас мы поговорим о том как избежать каких-то проблем при ведении блога чтобы как говорится фантазия вдохновения всегда были под рукой поэтому сейчас порассуждаем немножечко поговорим может быть кому-то эти советы помогут но вот свою статью и разбил на несколько частей ну и начну с того конечно что блок не может существовать без какой-то основной идеи самое главное в этой идее что самое главное что эта идея должна быть вам близко а если эта идея и это концепция вам близко значит она вам интересно соответственно она будет вас вдохновлять что может вдохновлять вас еще больше и лучше чем то что вам самим нравится то чем вы занимаетесь каждый день то в чем вы разбираетесь и то о чем вы хотите поведать миру ничего вы творец своего собственного блога вы творец своего собственного контента вы творец своей собственной концепции вот если эта концепция она вам близко она пришлась вам по душе и вы чувствуете что вас в этой концепции как автора хватит надолго то соответственно нужно браться за такую тематику и с таким блогом нужно работать я немножко отойду от как говорится сделаю такую небольшую ремарочку что сейчас речь будет вестись непосредственно персональном блоге то есть вы в своем персональном блоге должны работать непосредственно с той тематикой которая вам интересно близко мы сейчас не говорим о каких-то коммерческих тематиках о сайтах которые делаются непосредственно только для того чтобы зарабатывать бабло на этом развешивать какие-то там блоки рекламы либо еще чего то сейчас речь идет непосредственно персональном блоге то есть вот то чем я занимаюсь вот блок мой македа про это вот то что мне близко том то что я пусть не на сто процентов ну в идеале вообще во всем разбираться нельзя но вот то что я знаю то чем я делюсь с вами это гораздо интереснее чем просто вести коммерческий блог поэтому если говорить конкретно моем случае то да это идея меня вдохновляет эта идея не интересно мне интересно общаться с вами мне интересно отвечать на ваши комментарии получать от вас письма и отвечать на них поэтому это идея до она меня вдохновляет turnar меня держит, поэтому я продолжаю вести этот блог, ну а дальше мы уже будем разговаривать, как будем говорить о том, как удержать вот это вдохновение, как приспособить под себя эту идею, как найти золотую середину в публикациях, либо в самом себе. Теперь поговорим о том, кому это нужно. Если мы в блоге вычленяем конкретно себя как автора, то мы должны понимать, что мы несем какое-то зерно, мы несем своими записями, своими статьями какую-то истину, какую-то информацию, делимся каким-то своим опытом. То есть, соответственно, мы должны понимать, что все наши писульки, все наши видео, все наши тексты и картинки должны быть еще кому-то нужны. Допустим, если человек занимается вязанием, он, соответственно, понимает, что есть такой же круг фанатов, людей, увлеченных вязанием, как и он, и он может рассказать, дать им что-то, чтобы поделиться. Я, например, вот моя концепция моего блога, это блог, в котором я раскрываю какие-то тайны, ничего от вас не скрываю. То есть, если есть какая-то ниша и все люди ищут под эту нишу источники контента, я вам об этом рассказываю. Соответственно, я в своих записях, на своих страницах публикую источники, сайты, на которых можно дернуть какие-то статьи, можно дернуть какие-то картинки. Я как бы от этого не ухожу, это все остается, я этого не скрываю. Поэтому я говорю, что мой, это Македо Про, это самый откровенный SEO-блог. Если, допустим, у других, на других ресурсах, у других блогеров можно прочитать о том, что, ну, это вот нужно сделать так, так, так и так, вы берете контент, вставляете туда-сюда, я вам еще даю эти источники контента. Вы знаете, что если, допустим, по теме есть два источника контента, нормальных, качественных, я их выложу у себя в статью. Если их там 33, вот есть у меня по фотоблогингу, допустим, там по сайту с вирусным контентом, если есть там 33 источника, я конкретно выложил 33 ссылки, откуда можно дернуть этот контент. Соответственно, я думаю о вас, я понимаю, что это вам будет интересно, вы придете еще ко мне почитать, я не просто выложу вам какую-то туфту, а в следующий раз вы получите еще какую-то нишу с еще каким-то с источниками контента, и вам это будет не только не в западло зайти мне в блог, а вы получите от этого какую-то пользу, вы получите какую-то выгоду, и вам будет интересно. Это не просто какой-то сухой бессмысленный блог, перепечатывая, рассказывая, пересказывая то, что пишут остальные блогеры, а я вношу что-то свое, я даю вам информацию, ту, которую я считаю нужной, где вы еще найдете 33 источника по даже 2, 10, 15 источника для контента у меня, я могу сказать точно, вы найдете эту информацию у меня, вот внимательно почитайте ниши, внимательно почитайте ниши, и вы все прекрасно поймете, все станет на свои места, вы все прекрасно поймете, и поймете, о чем я говорю, о том, какой можно сделать блог, какой тематики, и понятное дело, что я вам буду, я выкладываю там только коммерческие тематики, на которых можно заработать, а не то, что я просто знаю, и что может вам, допустим, не пригодиться, мы все разные, кто-то сегодня захочет сделать сайт про автомобили, кто-то про фотографии, там, вирусным, с вирусным контентом поработать, кто-то захочет сделать ретро-фотографию, скоро будет пост на тему, как сделать сайт, где взять источники, конкретные источники, там, по люксовой тематике, дорогие вещи, дорогая одежда, дорогая обувь, дорогие автомобили, дорогие спиртные напитки, украшения, все-все-все, все это будет, кроме этого еще будет информация о том, как создать сайт спортивной тематики в разрезе работы, например, со ставками, со спортивным прогнозированием, то есть это нужно вам, и я пишу непосредственно для вас, а не для себя, если бы я писал это все для себя, я бы говорил, ребят, я пишу это все для себя, все вот классно, вот читайте, все-все-все, но дело здесь не в том, что вы бы меня не читали, не смотрели и не слушали, дело в том, что это была бы просто бесполезная фигня, которая просто не несла бы в себе никакой пользы, никакой смысловой нагрузки, вот и все. Прежде чем вы собираетесь что-то делать, вы всегда вынашиваете планы того, как вы это будете делать, когда вы вынашиваете планы, вы приблизительно представляете себе рубрикатор сайта, вы представляете себе, какие будут разделы, и соответственно, у вас уже в голове крутятся какие-то статьи, готовьтесь заранее, пишите их, я прежде чем делал этот блог, набросал там десяток, полтора непосредственно уже записей, которые я опубликовал, как только установил Wordpress, установил там тему закинул, все плагины установил необходимые, у меня уже были готовы записи, готовы были статьи, и я не писал там, не гнал их изо дня в день, они были готовы, я их просто опубликовал, и все. Это персональный блог, здесь все построено непосредственно на вдохновение, и все построено на моменте. Есть момент, когда ты хочешь написать, и у тебя в голове там кружатся, роятся идеи, и ты готов. Берите, пишите, не откладывайте на потом, не говорите, вот я сейчас вот установлю, сейчас вот тему вот поставлю, там все подгоню, ссылочки там, то есть все, пятое-десятое, сделаю классные там по цветам, дизайн, чтобы цветовая палитра была, все будет чики-пики. Есть в голове идея для записи? Пожалуйста, накидайте там в Word, в блокноте, где хотите, потом вам будет проще, вам будет от чего, проще от чего отталкиваться, у вас уже будут записи, и вы не будете лихорадочно искать в голове и соображать, что вам нужно, а вот была идея, а вот я ее упустил, а вот о чем я там думал, а почему я не написал эту статью. Ребят, готовьтесь заранее, делайте, пишите контент сразу, особенно тот, который в голове, он самый ценный, он бесценный, это уникальность миллион процентов, это ваше, поэтому, пожалуйста, готовьтесь заранее, пишите тексты, разрабатывайте контент, пишите его за месяц, за два, за полугода, хорошо, если он не устареет, а он не устареет, потому что он взят из вашей головы, это не просто какие-то новости, которые сегодня вышли и завтра там, послезавтра они их забыли, поэтому готовьтесь заранее, пишите, это очень важно. Тебе должно нравиться техническая рутина. Берем следующий вариант, технический, если вы делаете сайт, вам обязательно должна нравиться та тема, тот шаблон, с которым вы работаете. У меня так получается, что бывает, мне нравится какой-то шаблон, я устанавливаю его, но там со временем что-то потом как-то не нравится, посещают мысли, а вот может быть не дергать, а может быть не доводить до ума, вот все вот так вот нормально, потом все равно тебя вынуждают обстоятельства что-то доделывать, поэтому с самого начала, если недоволен функционалом, если недоволен цветовой палитрой, либо еще чем-то и блогу неделя-две, возьми переделай сразу. Переделывать, когда блогу уже год и ты грызешь пальцы, кусаешь локти и говоришь, блин, почему я этого не сделал раньше, ну уже будет поздно, поэтому нужно сразу, чтобы это нравилось, чтобы был какой-то запас технической прочности. Вот в записи у себя я написал, может быть через год вы станете популярным блогером, будете делать футболки, там я буду делать футболки Македо Про, самый откровенный SEO блок. Есть такая вероятность? Есть. Есть у меня возможность для того, чтобы сделать там допустим онлайн-магазин и подключить какие-то способы оплаты? У меня есть, да, вот возможности, функционал моей темы предусматривает такую возможность, что можно сделать непосредственно онлайн-магазин и продавать какие-то вещи, подключить системы оплаты, да. Поэтому смотрите в будущее, смотрите на все глобальнее, масштабнее и разрабатывайте вот этот стратегический план, к чему вы хотите прийти не через месяц, не через два, получить там 30 посетителей в день, а смотрите, что будет с вами через год, что с вами будет через два, какую цель вы преследуете, если занимаетесь непосредственно каким-то конкретным блогом, какой-то конкретной тематикой. Следующее. Если вы что-то делаете, вас не должны какие-то посторонние второстепенные факторы сбивать с пути истинного. Соответственно, если вы как Папа Карла пишете, вы должны понимать, что вы это пишете не ради пузомерок, не ради денег в первую очередь, а ради себя и ради своих посетителей. Все остальное потом приложится по этому поводу, не переживайте. Все вот эти тицки, шмидки, все вот эти вот дела, это все приложится со временем, это все не проблема, это вас не должно сбивать с пути. Вот эти вот все пагубные, нехорошие мысли о том, что я вот веду блог, и через месяц, через два не получил даже тиц 10, все, я плюю, не буду этим заниматься. Это значит, что вы делали блог не для себя и не для читателей, а для того, чтобы просто покрасоваться перед собой, что вы что-то умеете, либо перед друзьями получить тот же самый 10 тиц или еще что-то. Не надо. Пусть это вас не сбивает, продолжайте работать. Я могу сказать следующее. Продолжайте работать, потому что это все равно принесет свои плоды. Это уже проверено временем, проверено не одним человеком, проверено десятками людей. Вот тот, кто пересидел этот сложный период мотивации, кто задавил в себе жабу вот этого вот получения тиц, шмидц и всяких вот этих вот вещей, потом это все воздастся. Не переживайте, это все потом придет. Потому что если вы будете делать блог ради тицек-шмидцек и писать всякую фиговину, то ничего хорошего из этого не получится. Бойся перегореть апатия. Что я этим хотел сказать? Перегорает человек, когда в голове постоянно крутятся какие-то мысли, а выхода им нет. Это вот опять же можно вернуться вот к одному из первых тезисов, что нужно писать то, что в голове. Когда у тебя очень много всего в голове, и это ты все не записываешь, это все у тебя начинает в голове бродить и потом просто пропадает. А если это у тебя пропадает, если это все перегорает, то вот эти вот планы и мысли, которые у тебя были внутри, они просто исчезли, они распарились, как будто бы они тебе были не нужны. Я не знаю, может быть это какие-то шутки подсознания, но когда у тебя в голове очень много всего, очень много мыслей, и ты не знаешь, что с этим совсем делать, если это все не выходит, не находит никакого выхода, то это все просто бесследно исчезает. Поэтому вот все, что есть, все нужно писать, нужно записывать. И смысл в чем? Это вот все будет как звенья одной цепи. Ты не перегорел, у тебя есть отложенные записи, ты их публикуешь, и потом пока ты пишешь, пока ты публикуешь, пока ты переписываешь, ты потом опять подтягиваешь в голове что-то новое. Ага, здесь нужно дописать вот это. Ой, класс, а вот из этой статьи может вылезти еще две статьи, вот смежных тематик, они тоже будут интересны, но их в одну статью я кинуть никак не могу. Поэтому, ребятки, вот это постоянно не дает возможности перегореть. Хорошо, когда в голове есть одна мысль, но когда их 20, все, это очень-очень тяжело. Их сразу надо на бумагу, либо тезисами записать, либо оформить в виде контента. Но их нужно из себя как-то доставать и преобразовывать в какой-то материал. Иначе это все накапливается, 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 потом как мыльный пузырь лопается, и все. Это вот реально сильный моральный груз. Поэтому, все потихонечку переваривайте, сразу же пишите, возьмите блокнот, допустим, на один листик напишите там название поста такое-то, и пишите там тезисно, о чем вы хотели рассказать. Тра-та-та-та-та-та. В голове освобождается место, и вы, соответственно, уже пускаете в себя какие-то новые мысли, какое-то новое вдохновение, и вас за счет этого не стопорит. Поэтому вот только за счет этого можно не перегореть. Не делать ничего из-под палки. Никогда не заставляйте себя что-то, допустим, делать. Не ставьте каких-то планов. Мне нужно написать в день три поста. Мне нужно в день написать четыре поста. Ребят, сегодня можно написать пять, завтра можно написать один, а послезавтра можно не написать ничего. Но есть самое главное правило. Дробите всегда вот эти вот цели. Если вы не хотите писать, но хотите чувствовать, что вы полезны для себя, для своего блога, и вы приносите себе какую-то пользу, я вот, например, делаю как? Я пишу записи, пишу статьи, выкладываю их. А потом, когда у меня вот вдохновение есть, ну, я не выкладываю это все в материал, а вот просто тезисно вот пишу, что я хочу написать, еще там дополнительно перевариваю в голове. Я просто на какие-то темы, которые уже выложены у меня, я просто пишу видео. Вот я, например, последний свой пост выложил там в прошлую пятницу, а сегодня у нас среда. Но до этого времени, или там в субботу, я не помню, в воскресенье, когда я выкладывал, я писал какие-то записи, у меня там были. Но у меня сейчас нет желания писать, потому что у меня есть материалы, которые я просто сейчас перевариваю в голове, частично они оформлены на бумаге. Я просто записываю видео, я общаюсь с вами, я пишу видео, я как бы вот держу вот эту вот нить, связь со своим проектом, связь со своим блогом, я не выпадаю из этого, но я в голове перевариваю то, что я хочу сделать. И я параллельно пишу еще видео. И пока я общаюсь с вами, пока я для вас записываю видео, у меня в голове созревают еще какие-то мысли о том, что я могу вам рассказать, чем поделиться, о чем рассказать. И вот я удерживаю, удерживаю в себе вот это желание работать, и удерживаю в себе вот этот вот контакт с вами, вот эту вот коммуникацию. Я каждый день просматриваю электронную почту, я захожу в админку сайта, отвечаю на ваши комментарии, отвечаю на ваши электронные письма. Все это есть, люди пишут, люди пишут комментарии. Вы прекрасно понимаете и знаете, я в своих видео рассказывал о том, что я не скрываю ваши ссылки, подписи сайтов в комментариях. Да, я скрываю те ссылки, которые вы пытаетесь опубликовать непосредственно в комментариях. Ну, кто-то это делает не со зла, кто-то это делает по дурости, я не знаю, по тупости. Но, когда вы пишете название своего сайта в комментариях, непосредственно возле вашей аватарки, где вы вводится сайт, название сайта, где есть комментарии, есть. Ну, вот здесь ребята писали без сайтов. Ну, вот имена, которые подсвечиваются как гиперссылки, я оставляю эти ссылки, они ведут на ваши сайты, я ничего не маскирую, я ничего не прячу. Потому что я благодарен своим комментаторам за то, что они пишут. Поэтому еще раз возвращаемся, ничего не делайте из-под палки, не ставьте себе каких-то планов, просто идите своей дорогой, пишите, если чувствуете, что там сбавляете обороты, ну, просто немножко отвлекитесь, просто займитесь чем-то другим, ну, допустим, в разрезе этого же самого блога. Не факт, что если вы отвлеклись на что-то другое, то у вас в голове нет планов по написанию каких-то там записей или постов, правильно? Поэтому я, например, выкладываю видео для вас, а потом уже буду писать какие-то записи, потому что все к этому идет, вот они накопились, и у меня есть уже появился интерес и желание что-то вам написать интересное. Поэтому я вот так вот дроблю цели и так вот, так разбавляю их. Коммерциализация не во благо. Это, кстати, очень интересный пункт, это вот возвращаясь к тому же самому моменту, когда люди заводят свой персональный блог и начинают как-то вводить коммерческую составляющую. Одно дело, это какие-то партнерские ссылки в текстах, которые реально в тему, а другое дело, когда этот блог весь обвешан рекламами, какими-то поп-ап всплывающими окошками. Это все, это просто смерть, это просто жах, как говорится по-украински, кошмар, жах и ужас. Не делайте этого, если вы хотите какую-то коммерциализацию провести, делайте это все красиво, вписывайте это красиво, тем более, что вы делаете это для своих единомышленников. Это не просто какой-то новостной портал с политическими новостями, в котором можно навешать кучу всяких там блоков, 300 на 50 там, и какие они там еще бывают, 720 на 90, потому что кто-то вдруг, может быть, где-то кликнет и какая-то копеечка сыпанется. Заработайте сначала авторитет, подтяните свою публику, которая вас будет читать. Потом те контекстные объявления, которые будут выскакивать, тематичные там в записи, да, если они интересны, человек перейдет по этой ссылке и даст вам заработать там 1, 2, 5, 10, 20 центов, не вопрос. Но не делайте этого сразу, не накидывайтесь, потому что есть еще обратная сторона медали. У вас будет блок с посещаемостью 5 человек, вы насуете туда рекламы, да, пусть там кто-то будет заходить, вы будете ходить постоянно в админку Google Adsense, будете смотреть, что у вас там по нолям, никто не кликает, и вы сразу же примете решение и поймете, что этот блок никому не нужен, что вы делаете немножко что-то неправильно или вообще неправильно, и вы на этом денег не заработаете. Вы, во-первых, отвлекаетесь от мысли, что вы делаете блок для себя и для своих читателей, а во-вторых, вы просто хороните себя пониманием того, что вот все-таки вам захотелось заработать, и никто не кликнул по объявлениям. Да, если к вам приходит 5, 10, 20 человек в сутки, о каких вообще прибылях может идти речь и о каком заработке, не насилуйте себя этими мыслями, не закапывайте себя, делайте то, что вы делали, введите свой блок, тем более, если он персональный, потому что в какие-то моменты, поверьте мне, комментарии людей, благодарности их, они перекроют все деньги, которые вы могли бы заработать в день, там, в течение дня, либо в течение недели. И это самая большая благодарность, что вы помогли кому-то, поэтому не зацикливайтесь на этом. Вот так вот я коротко рассказал о некоторых своих идеях по поводу введения интересного блога, он должен быть интересен вам, читателям, не обвешивайтесь рекламой, пишите контент постоянно, работайте потихонечку, потихонечку, все у вас получится, все будет хорошо, все будет замечательно. Не бросайте, будьте настойчивыми и учитесь сами себя мотивировать. С вами был Македа Про, был Александр, еще увидимся, еще услышимся, подписывайтесь, читайте, будет много интересного, будет очень много полезного, потому что Македа Про это действительно самый откровенный блог. Всем удачи, пока!